Бесследно слово наше не проходит, пусть даже невзначай, как будто брякнем. Но пишется вчерашнее сегодня, и та стрела уже застряла в мягком. В реестре от изгибов красных языков в кипящей лаве плавятся осколки. Жалели и не раз, что корень не засох, когда слова нанизывали сколка. Пересчитать бы раны нам от языка, избыть и сбегнуть, можно ли их последствий? Наш синтаксис катился свысока, и не тупилось жало острых лезвий. На перегонах, жутких перепадах, глубилась от последствий языковых схваток. Газель знакомилась с клыками леопарда, казалась нам победа дивно-сладкой. Слова, точенные знанием, интеллектом, вонзались, истощая смертный яд. О, Господи, прости, что целил метко, ни раз, ни два, подчас на дню ста крат. Без стыдца триумфально шли слова. Они не сгинули, увы, и мимо не прошли. А они умеют зыщенно взриться, оплевать, не рыбой полнить небо от кошелей. И не стереть, не смыть и не исправить, впоследствии в памяти когда-то уязвленной. Иную формулу Бог силен дать от травы. Язык обуздывать, да учимся с пеленок. Стереть забвением обиды без следа, возможно, только в Божьем милосердии. Не раз случалось чудо наблюдать, когда помолимся слезами и усердно. Под страхом Божьим иная оцифровка. Слова библейские, что гвозди или иглы. Узду в уста, приди, Господь, с веревкой, чтоб кара в будущем за слово не постигла. 28 июня 2010 года 128 июня 2004 года В библей Kim 2.8 июня 2010 года